Илья Яшин 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 5 долларов за то, что он рекламу открутил. Ну, стоимость транзакций будет еще 50. Блокчейн позволяет это сделать нативно. Кто мы такие, почему мы все это уверены, что сделаем? Дело в том, что мы это уже практически сделали. У нас есть уже два работающих бизнеса на территории Российской Федерации до недавнего времени, а сейчас мы достаточно бодро идем в Испанию, идем в Грецию, в Таиланд и так далее. Вот там вот в дальнем углу радиус Wi-Fi. Это компания, которая делает и продает ход-спот решения. В кафе, рестораны, там, аэропорты. Новосибирский аэропорт наш, сеть ВИДЖИМ в Москве, для примера, тоже наша. Сабвей в Питере, кто был там, тоже вся эта история, тоже мы делаем. Около 80 городов, в которых мы сейчас продаем это решение, и порядка сотни партнеров продают его. Мы вообще по партнерской сети работаем. Мы протестировали в этой истории рекламу. Вот, что первое приходит на ум, когда мы говорим про Wi-Fi рекламу? Ну, в Москве, поскольку мы, да, это, наверное, московский метрополитен, там реклама сделана достаточно стандартным способом. Мы решили попробовать чуть-чуть другое, потому что мы понимаем, что, да, сколько там рекламы покажет один Wi-Fi роутер? Наверное, не очень много. Значит, нам нужно сделать так, чтобы эта реклама была целевой, и эта реклама была дорогой. Мы протестировали в различных местах эту историю. По CPA-модели мы видим конверсию примерно от 2 до 6% из просмотров покупку. Те, кто знает, что это такое, понимают, что нормальные цифры, там это сотые доли процента. Я имею в виду именно из просмотров покупку. Wi-Fi за счет, во-первых, того, что рекламу видит гарантированно человек, да, никаких ботов, ничего остального. Во-вторых, эта точка Wi-Fi неподвижна. Мы можем исследовать, какая аудитория к ней подключается. Например, в йога-центре мы сначала попытались там коврики для йоги продавать, но что-то не заходит. Там, да, конверсия хорошая, но не космическая. А когда мы там дали кнопку «Доставка веганской еды на дом», конверсия была порядка 6% в покупке из просмотра. И такое исследование мы можем провести на каждой точке. Мы можем при подключении точки открутить определенное количество разнообразной рекламы и понять в этом конкретном месте, в этой локации, на какую рекламу чаще всего реагируют пользователи. Нам не надо для этого собирать их персональные данные, лезть к ним в соцсети и так далее. Мы просто тестируем эту историю периодически повторяя это тестирование. Тогда мы сделали Адренту. Это сервис, который, ну, по сути, является баннерокрутилкой для Wi-Fi точек. То есть так же, как в Яндекс, вы заходите там, где-то рекламу покупаете, в Адренте вы ее просто покупаете на Wi-Fi точках, потому что такая служба единого окна. Потому что сейчас рынка Wi-Fi нет. Есть кучка монополий по графическому признаку. Хотите в метро, идите к Максима Телеком. Отличные, кстати, ребята, сейчас мы с ними разговариваем в своем партнерстве. И хотите в Гинзе, идите к Гинзе. Хотите в Шеремельском аэропорту, идите выясните, кто там. Короче, ну, ни один нормальный маркетолог, который сейчас уже давно привык к тому, что он рекламную кампанию в несколько кликов запускает, этим заниматься не хочет и не захочет никогда. Это понятно. Адрента решает эту проблему. Она у нас совсем молоденькая, но у нас порядка 14 тысяч Wi-Fi hotspots, Wi-Fi placements. Часть в ручном режиме, часть уже в автоматическом. Не очень много можно сделать, там чуть больше, чем за полгода, но мы очень стараемся. Теперь мы берем эти два бизнеса, объединяем их, и масштабируем на частные роутеры. Программное обеспечение, очевидно, у нас и там, и там уже есть. И получаем World Wi-Fi. Так, это техническая часть. Наверное, это вам не очень интересно. Давайте я все-таки про преимущества расскажу, плюс тайминг не очень большой. Что мы делаем для рекламодателя? Ведь рекламодателю должно быть интересно рекламироваться в такой сети. А все очень просто, ребят. Мы делаем то, что невозможно сделать, например, в интернете. Потому что аудитория каждого сайта постоянно меняется, о чем я уже говорил. А вот аудитория Wi-Fi точки мало меняется. Поэтому мы сохраняем всю историю всех рекламных компаний для каждой точки в базу данных. Мы подписываем эту базу хэшем, хэш раним в блокчейне, гарантируя таким образом, что никто эту информацию не сможет подменить или уничтожить, или еще что-то. Таким образом, когда вы как рекламодатель заходите к нам и собираетесь рекламировать, ну, например, доставку пиццы, вы выбираете доставка еды, вы выбираете регион, в котором вы хотите показывать свою рекламу, а мы вам показываем те точки, где подобные вещи уже продавались, продавались с теми или иными конверсиями. Вы уже с открытыми глазами, не закидывая там бюджет разный в разные там каналы, не тестируя. Да, все знают, что такое тестирует бюджет. Бо для бизнесмена вообще просто. Денежки куда-то улетают, тебе маркетологи рассказывают, что они тестируют, ты сидишь, думаешь, блин, у меня сейчас бюджет закончится на все это тестирование. И, например, если мы говорим о какой-то застройке, о жилых домах, кто-то может сказать, слушайте, ну что там мои соседи рекламу посмотрят. Ребят, а вот посмотрите в ваших почтовых ящиках сколько там всякой макулатуры. Как вы думаете, конверсию по этой макулатуре возможно вообще посчитать? Как думаете, какова стоимость льда по этой макулатуре? Она адская. Мы прикидывали примерно для локальной там, ну, условной той же пиццерии, да, в каком-то районе, стоимость клиента порядка двух тысяч рублей. Там нет таких чеков. Там надежда на то, что клиент потом расскажет, что там было вкусно. А вот стоимость клиента через Wi-Fi рекламу будет порядка 150-200 рублей. И это уже тот клиент, с которого можно заработать денег. Ну, конечно, еще мы избавимся от макулатуры. Слава тебе, Господи. Все хорошо. Мы дали возможность владельцам роутеров заработать. Мы дали возможность рекламодателям не тратить бюджет. Но все, кто что-то понимает в маркетинге, в продвижении и так далее, скажут мне, слушай, а как ты вообще собираешься дойти до 300 миллионов владельцев, точек, да хотя бы до 1% из этих ребят? Рассказать им, какой ты молодец, да? Ты прикидывал, сколько стоит, сколько тебе рекламных бюджетов надо? Ни одно ICO столько не соберет. Тогда команде мы придумали, как это обойти, как это сделать. Мы уже говорили о том, что мы про экономику совместного потребления. И делать всемирную Wi-Fi-сеть должно сообщество. Не какая-то компания, не какие-то ребята. Да, мы сделали программное обеспечение, но продвигать всю эту историю должны те люди, которые в дальнейшем будут этим пользоваться. И это справедливо. Поэтому мы сделали простейшую реферальную программу, которая говорит о следующем. Всегда при подключении вашего роутера вам понадобится инвайт-приглашение. Второе. Всегда вы будете платить тому, кто вам дал приглашение, процент от дохода своего роутера. 25%. На входе, естественно, все бесплатно. И у вас тоже есть инвайт. И можете раздать его любому количеству своих друзей, знакомых, да хоть в Фейсбуке опубликуйте. И все те, кто использовал ваш инвайт при подключении, будут на постоянной основе платить вам 25% комиссии со своей прибыли. Таким образом, при том, что комиссия нашей платформы, транзакционной и так далее, наша прибыль, это 5%. 95% рекламного бюджета, который может быть освоен в этой сети, мы раздаем сообществу. Мы, более того, эта реферальная программа позволяет большую часть отдать более активным участникам сообщества. При том, что рекламодатель платит P2P напрямую, да, это пиринговые транзакции, это никакая там MLM-история, ни еще чего. Это простейшая рефералка, которая позволяет сообществу это сделать. И те, кто знает, как работает блокчейн, понимают, что реализовать это в блокчейне элементарно. Но, естественно, откуда-то эти истории должны начаться. Первые ссылки должны где-то быть взяты. Сейчас мы тем, кто покупает на ICO наших токенов, которые являются платежным средством внутри этой системы, более чем на 15 тысяч долларов, мы даем первые реферальные ссылки, комиссию, с которых никому никогда платить не надо будет. То самое начало вот этой маркетинговой истории. Таким образом мы реализуем блокчейн-франшизу. Если вы владелец телеком-оператора в вашей стране и вы хотите монетизировать все ваши сети или даже, например, попробовать бизнес-модель, по которой пользователям вы даете интернет бесплатно монетизирует за счет рекламы, а по нашим расчетам вы даже больше заработаете, чем если интернет-провод будете продавать, вам достаточно купить токенов на 15 тысяч долларов, у вас появляется эта самая первая франшиза. Добро пожаловать, развивайте свой регион. И в результате все в плюсе. Такая win-win прям ситуация. Владельцы Wi-Fi точек зарабатывают деньги, рекламодатели получают свою целевую аудиторию. Обычные пользователи, звучит как будто это такой побочный эффект, но обычные пользователи реально получают бесплатный доступ к Wi-Fi во всем мире. посмотреть короткий рекламный ролик это не цена. Мы все привыкли к тому, что своим вниманием нужно платить за что-то бесплатное. Со мной уже познакомились, здесь в зале там существенная часть нашей команды. Мы собрали людей, которые строили Wi-Fi сети, которые понимают в маркетинге, которые понимают в диджитал и понимают в инвестициях. К нам присоединяются люди, да, кстати, если кому-то интересно и кто-то обладает экспертизой, которую вы знаете и можете использовать с нами, присоединяйтесь. Я когда говорил, что мы делаем всю эту историю сообществом, я не шутил. Мы открыты, давайте работать вместе. Вот, например, Ларри Кэмерон, да, он из Канады, он к нам присоединился совершенно, ну, можно сказать, случайно. Вот, тем не менее, он там развернул огромную компанию, он несколько канадских телекомов уже потянул к нам и так далее. Про эдвайзеров, ну, давайте тоже пару слов. Двух нижних вы, конечно, все знаете, я про двух верхних. Вот, Дима Дейн участвовал в Wi-Fi Foundation и разрабатывал первые версии Wi-Fi протокола вообще. Сейчас он владелец компании Visual Security в США и работает с нами очень плотно. У нас нет эдвайзеров, которые просто светят лицом, все либо на конференциях выступают, либо работают сообществом, либо еще что-то. Фред Летбетер строил крупнейшие Wi-Fi сети с крупными телекомами в России и тоже работает с нами очень плотно и с технической точки зрения и выступая на конференциях, вообще таких людей еще поискать как бы с такой энергией замечательный просто человек. Сейчас мы находимся на стадии пресейл. 18 марта мы откроем ICO, сейчас мы даем небольшие бонусы от 15 до 25 процентов. И у нас и хардкап маленький 25 миллионов, потому что мы очень хорошо понимаем, что потом будет с токеном на бирже. И мы идем к тому, чтобы все, кто инвестирует на этапе пресейла, на этапе ICO и так далее, получили те иксы, на которые они рассчитывают, даже если они не сильно надолго захолдят токены. Одна из причин этого, дело в том, что на этапе ICO мы приравниваем один токен к рекламным показам и стоимость этих показов примерно в три раза ниже, чем в среднем по рынку Wi-Fi сетей. Самое важное, что я вам хотел сказать, это то, что мы можем построить мирную Wi-Fi сеть, но какая-то конкретная компания с этим не справится. Это должно делать действительно мировое сообщество. Техническую часть мы сделали, мы готовы давать ее бесплатно кому угодно и присоединяйтесь, давайте это сделаем. В конце концов, мир станет чуть-чуть лучше. Относительно legal части всегда задают вопросы. Для каждой страны это различается. В России, например, у нас у Радиуса есть лицензии на авторизацию пользователей и все остальное. В Германии придется работать с партнерами. В какой-нибудь элементарном в Нидерландах это никого не волнует и так далее. То есть подходите к нам на стенд, там, кстати, будет небольшой розыгрыш бонусов. Специально для конференции чуть-чуть больше бонусов получите на преселе. Бонусов там в 150 процентов, 200 процентов мы не даем в принципе, даже в 70 процентов не даем. Можете к нам хоть с 10 миллионами приходить, ребят. Ну, давайте в реальность. Если делаем сообществом, то сообщество и должно работать. Обычно у сообщества, которое будет развивать Wi-Fi сеть, нет таких денег. Поэтому делать что-то для китов, ну, наверное, не очень правильно. Поэтому киты, конечно, будут немножко более выгодных условиях, но именно что немножко. присоединяйтесь, будем рады вас видеть. Всем огромное спасибо.